Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Александр Анатольевич Литвинов, врач-инфекционист Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Александр! Очень рада видеть вас в нашей студии. Хотелось бы сегодня поговорить о вирусной инфекции, которая захлестнула весь мир. Давайте все-таки разберемся, что такое коронавирус и чем он опасен. Коронавирус – это вирус, который относится к роду возбудителей вирусных респираторных инфекций. Тот тип, который сейчас вызвал пандемию на нашей планете, еще достаточно неизучен. Но уже четко знаем, как он проникает в клетку организма, его патогенез. И уже, скажем так, ученые не только российские, но и ученые планеты, уже на подходе к производству и вакцины, и препаратов, которые будут его лечить. Та паника, та истерия по поводу абсолютной летальности, абсолютной смертности, которую он вызывает, она немножко не обоснована. Даже немножко она не обоснована. Да, я бы хотел даже провести аналогию коронавируса с вирусом гриппа. С теми эпидемиями, которые были… Ну вот в чем отличие? Мы все помним атипичный грипп. Да, 2010-й год, 2008-й год. Птичий грипп, свиной грипп. H1N1, птичий, потому что он был выявлен в проявлении. Еще в начале 90-х годов он был выявлен в птиц, а другой тип был в начале 90-х годов у свиньи. Поэтому и приписали им такие названия птичий и свиной грипп. На самом деле там H1N1, H2N5, H2N7. Вот я бы провел аналогию коронавируса с аналогией с вирусом гриппа. Действительно, это вирусы, которые обладают достаточно высокой контагиозностью и передаются воздушно-капельным путем. И, соответственно, в мире предположенных путем передачи нам этим самым путем передачи и подсказываются. Да, не посещать места массовых скоплений. Использовать, хоть в некоторых источниках указано, что маски не помогают, что микробные частицы проникают через маску. Немножко здесь лукавства есть. Действительно, сухая маска, если она не увлажнена, если человек ее использует в короткое время, именно на тот момент, когда он контактирует с большим количеством людей, маска помогает. Она препятствует проникновению частиц дисперсных, которые находятся в воздухе, в верхней дыхательной пути человека. Поэтому я рекомендую использовать коротковременно маски. Но не использовать их многократно, не стирать, не замачивать. Это, конечно, никак не поможет, а только усубить. Потому что аналогия вируса, гриппа вируса и коронавируса любят очень влагу. И с влагой им проще проникнуть через барьер, который представляет собой маска. Просто коронавирус овеян мифами. С одной стороны, это помогает, это не помогает. И люди уже действительно путаются. Спасибо вам огромное, что вы сегодня говорите, что все-таки маски помогают. Маски помогают. Но их нужно менять. Конечно, их нужно менять. И использование их, конечно, в первую очередь, это цельсправдоваться тем, кто уже не болеет коронавирусом, а болеет какой-то респираторной инфекцией, чтобы превратить тем же самым гриппом, парагриппом, или аденовирусом, или боковирусом, чтобы превратить их передачу. И при этом все-таки это барьер механический, прежде всего барьер, для затруднения передачи частиц, которые со слюной, которые висят в воздухе. Все-таки вирусы, они не живут вне клетки. И вирус гриппа, и коронавирус, они умирают при кислороде буквально в течение 5-6 минут. Под воздействием этанола, который содержит основные антисептики, он умирает в течение 7-14 минут. Так что поэтому я рекомендую использовать антисептики, содержащие этанол. Вот я смотрю, у вас есть, да, самый антисептик? Да, да, да. Давайте, вы мне обработаете руки. То есть вот буквально 2-3 пшика, и я уже в безопасности. На какое-то время, на какое-то время. Потом, по сути, надо все равно помыть руки, да, чтобы смыть это химическое вещество. Я вот, и, так вот, я немножко, да, перескакиваюсь до другого. Вот вирус гриппа, коронавирус, я бы даже сказал, что вирус гриппа, он намного агрессивнее. Да, и механизм проникновения, если грипп, он, да, посредством, ну, грубо говоря, убийства клетки, да, каких-то ее свойств, человека, я имею в виду, клетки, проникает туда, то вирус, коронавирус, он мимикрирует, подражая нашим собственным клеткам, проникает туда, да, несколько медленнее, и это его патогенезы объясняют вот эти течения. Да, основные причины летальности гриппа и коронавируса, да, все-таки я буду периодически их параллельно сравнивать, это формирование заболеваний верхних дыхательных путей, да, бронхиты, трахеиты, ну, и как самое страшное, это пневмония. И, опять же, из этого исходит, кто находится в группе риска, да, в первую очередь, люди, которые имеют хронические заболевания. Это заболевания хронических, хронические заболевания верхних дыхательных путей, хронические обструктивные бронхиты, бронхиальная астма, люди, которые постоянно принимают ингаляторы, либо на стероидной основе, либо на… Аллергики. Аллергики. Относятся, кстати, в группе риска. Да, относятся, потому что используя постоянно нестроенные противовоспалительные антигистаминные препараты, они немножко снижают свою реактивность иммунитета. Поэтому эти люди в первую очередь должны, да, все-таки выполнить рекомендации, которые у нас сейчас даются. Домашний режим, да, только какие-то экстренные, только какие-то, да, жизненно необходимые ситуации все-таки должны. И работодатели сейчас, насколько я общаюсь с своими друзьями, с своими родными, очень многих работодателей перевели на домашний режим работы. И я бы рекомендовал этому прислушаться и к этому перейти. Да, к сожалению, есть служба, которая обязана… Ну и самое главное все-таки остаться дома, да? Да. То есть не считать, что вас перевели на каникулы и броситься, не знаю, гулять, посещать разные общественные пространства. Все-таки нужно остаться дома. Как бы мы не относились к этому истерику, да, истерика, но действительно эта инфекция есть, да, она есть, она передается воздушным капленным путем. И наша задача сейчас вот просто сознательно к этому подойти и помочь, прежде всего самим себе, но если мы все к этому отнесем соответственно, да, по возможности прекратим посещать какие-то массовые скопления, при этом, да, будем соблюдать и масочный режим, и режим обработки открытых частей тела антисептиками, мы будем способствовать скорейшему снижению вот этой эпидемиологической напряженности. А вот то, как включились другие службы именно в безопасность общественных пространств, то есть сейчас массовая идет обработка транспорта, подъездов жилых многоквартирных домов и так далее, так далее, так далее. Как вы считаете, как врач, это тоже все способствует тому, что мы достаточно быстро и легко, при условии того, что большая часть людей перейдет на домашний вид работы, да, удаленный вид работы, справимся с этой эпидемией? Если все подойдут к этому осознану, мы справимся, но помимо всего прошлого и до этой, да, ситуации, и в Москве, и в Московской области были направлены меры на вообще сохранение эпид-режима на территории нашей страны. Да, в метро постоянно идет обработка, если кто путешествует этим способом на метрополитене, постоянно наблюдает, постоянно моет и сам, да, асфальт, грубо говоря, который, мрамор, который выселил метрополитен, постоянно, я, по крайней мере, я наблюдаю, да, девушки или работники службы протирают перила, которыми прикасает человек, то же самое постоянно происходит в трамваях, в троллейбусах, в электричках, да, после каждого путешествия идет обработка. И до этого, потому что существуют другие инфекции. И в постоянном режиме, просто сейчас она усилена. Режим усилен, да, и я надеюсь, и хочется в это верить, что эти мероприятия принесут положительный результат. Да, и вот по поводу реглупы риска, да, вот люди с хроническими заболеваниями легких, это простуктивные бронхиты, астма, аллергия, больные с сахарным диабетом, больные различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, у которых, да, снижен иммунитет. Поэтому вот этим людям я бы в первую очередь рекомендовал перейти на карантинный режим. Вот, кстати, то, что касается иммунитета, очень часто можно было вначале, когда только началось заболевание, началась эпидемия, после разговора о том, что нужно срочно повышать иммунитет. И я даже знаю такие случаи, когда люди просто приходили в аптеку купить... Не скупали иммуномодуляторы? Ну, то есть они приходили просто купить какое-то лекарство, сопутствующих заболеваний, а им фармацевты, в общем-то, навязывали, что нужно срочно иммуномодуляторы принимать, вот эти лекарства, и некоторые поддавались. Вот правильно ли это, и стоит ли вот сейчас, вот в этот момент, поднимать свой иммунитет? И как понять, что он у тебя немножечко не в отличной форме? Нормальный иммунитет может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни. Поднятие иммунитета – это здоровый образ жизни, нормальное питание, соблюдение режима сна-вдоха, отдыха, и будет нормальный иммунитет. Да, и лечение своих хронических заболеваний. Ну, это вообще проблема медицинской этики, вообще глобально. Скажем так, медицинской образованности на обывательском уровне. Не зря уже каждый раз все равно рекомендуют, прежде чем что-то начать принимать, прежде чем верить рекламе или каким-то рекомендациям, слушайте врача-консультирующего. То есть не занимайтесь самолечением. Это фармацевт, да, фармаколог может только подобрать аналог, порекомендовать дозировку другого какого-то дженерика, вот его задача. Рекомендовать именно конкретно какой-то приват для профилактики лечения, все-таки я бы не рекомендовал прислушиваться к мнению именно фармацевтов и фармакологов. Ну и сегодня, кстати, всех призывают в том, что если вы себя почувствовали, неважно, да, не факт, что вы заболели коронавирусом, коронавирусом совершенно нет. Сейчас тот самый сезон, когда... Питец сезон гриппа, парагриппа, гриппа, парагриппа, ОРВИ, самые различные вирусные инфекции летают в воздухе, да, никто их не отменял. Коронавирус их не вытеснил. То есть все-таки что необходимо делать в первую очередь? Вот всех призываем. Вот если вы заболели, да, обратиться к врачу. И я бы рекомендовал, хотя немножко меня сейчас могут покрыть, так вот терапевты, все-таки вызывать на дом врача, да, если у вас высокая температура, если у вас какие-то признаки простуды, это насморк, кашель, вызовите на дом, да, все-таки терапевт, грамотный специалист, он вас осмотрит, да, и решит, надо ли вам дальше, это будет ли госпитализация, или вы сможете пока на раннем этапе вылезти на дом. Ну и врач, наверное, сможет решить, стоит ли нужно или нет сдавать анализ на выявление коронавируса, или это обычная ОРВИ, которая, в общем-то... Это вот сейчас даже ПК, да, все-таки действует... Вы попьете побольше жидкости, мед, лимон, и все будет хорошо. Все-таки не совсем безоружно, у нас есть противовирусные препараты, да, вот я бы даже не рекомендовал. То есть сейчас очень много в интернете информации, уже написаны, какие препараты сейчас используются для лечения вот этого ковида, да, 19-го коронавируса. Я бы не рекомендовал так огольно принимать их, да, просто заказы, потому что даже сам сейчас для интереса зашел, посмотрел на интернет, уже висит препарат противовирусный и написано против коронавируса. Цена, причем-то там 6,5 тысяч. То есть я бы не рекомендовал, да, все эти препараты обладают достаточно... То есть можно навредить себе. А побочными эффектами все лекарственные препараты обладают. И, соответственно, конечно, их приемы должны быть только по назначению врача. Опять же, пользуясь случаем, я бы все-таки рекомендовал проводить сезонную вакцинацию. То есть мы уже, вот, как раз данный случай показывает, что надо все-таки проводить профилактику. Сейчас вот ищут, 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 да, и надеются, что все-таки найдут вакцину от ковида. Да, но у нас уже есть вакцина от гриппа, есть вакцина от мингококковых инфекций, поэтому я пользуясь случаем призываю прививаться. Да, в начале пятизонов, то есть сезон начался в августе 2019-го года. Хорошие, конечно, показатели в среднем по Москве и Московской области, но можно было бы могло быть еще лучше. Некоторые, вот, опять же, прислушаются к интернету, начитают с чего-то, что вот вакцина там плохая, все там вызывает. Хуже все-таки заболеть, да, тем же гриппом. И опять же, вот, возвращаясь к коронавирусу и гриппу, и грипп вызывает, да, атипичную пневмонию, интерсициальную пневмонию, и коронавирус, да, вызывает. И вот в данной ситуации, да, вирусной пневмонии, они и вызывают. То есть не сам по себе вирус, да, ведет к смерти. Да, очень много людей действительно коронавирус переносит как банальный ОРЗОРВИ, поэтому паники здесь нет. Если у вас есть предрасположенность, да, тогда, к сожалению, это и случится. То есть и вот эти все статистические данные вообще по миру, да, мы же их получаем, все равно из других стран, все-таки показывают, что это не вот, не что-то сверхъестественное, там, или как показывают постарктические фильмы, что какой-то вирус возник, там, пошли кучи злобей, ничего-то. Нет, вот этой данной паники нет. Главное, не паниковать сейчас. Но соблюдать, вот самое главное, соблюдать меры профилактики, вовремя обращаться при первых признаках простого ОРЗОРВИ, обращаться к врачу, тем более есть телефон горячей линии, можно вызвать врача на дом, он уже решит, нужно ли сделать анализ и установить что-то, коронавирус или нет, назначить лечение. И, соответственно, главное, не паниковать, не сметать продукты с полк магазинов. Толпа людей, да, пытаются приехать, просто сдать анализ, просто для того, чтобы... Успокоиться? Просто успокоиться. При этом они приезжают и находятся в очереди, да, то есть просто хотя бы в регистратуру, там, в поликлинику, действительно с людьми, которым нужна помощь, да, то есть человек, ну, не все могут вызвать на дом, и, может быть, нет возможности вызвать по телефону, да, после работы человек отпрашивается, да, приходит раньше, он действительно болеет, он выделяет, пусть не коронавирус, он выделяет грипп, парагрипп, аденовирус, и тут же с ним в очереди вот приходят люди, которые вот на фоне паники просто сдать анализ, только просто бы себя успокоить. Вот это хуже, и они рискуют, да, вот тем более, опять же, это нервный стресс, это паника, иммунитет снижается, и вот тут они рискуют это заболеть. Потом еще раз... То есть не надо атаковать инфекционное отделение Одинцовской областной больницы и вообще любое, да, позвонить, да, то есть сейчас работают колл-центры, позвонить в колл-центр, описать свои жалобы, померить температуру, рассказать, и уже дальше специалист сориентирует, да, ваши действия. Александр Анатольевич, как вы считаете, стоит ли вот в этот период отказаться от поездок, от командировок, от встреч? Опять вот вопрос, здесь вот именно больше не медицинский, а социально-бытовой, я бы сказал. Есть ли это какие-то действительно важные, да, мероприятия, либо грузные, либо веселые, можно, еще раз, это не какая-то страшная вот вещь, ну, это не значит, что все массово должны ринуться, да, если это просто какая-то обычная командировка, не требующая какого-то глобального там решения проблемы организации, то ее можно отменить. Опять же, это вот на уровне руководства фильма. Например, вот сейчас, кстати, тоже кто-то все-таки говорит, нет, мы не боимся ничего, мы полетим, это долгожданный отпуск, как же море, как же солнце. Отменить. Отменить, тем более, опять же, сейчас приняты все законы на то, чтобы, да, и по возврату денег, да, тем более, если эта путевка запланирована, там, через две недели, через три, это все сделает намного проще, да, и страховые компании все это возвращают, и сейчас наши законодательства, эти все... Лучше себя пожертвовать. Конечно, пожертвовать. Здесь будет жертвование не отпуском, здесь будет охрана своего здоровья. Тем более, да, если едет целая семья, да, родить дети, да, дети тоже в какой-то степени, в меньшей степени, чем люди с хроническими заболеваниями, и люди, скажем так, пожилого возраста, но дети тоже являются группой риска, так как у них еще иммунитет к вирусным инфекциям не совсем сформирован. Да, поэтому я бы не то чтобы рекомендовал, я прям даже призываю все-таки отказаться от каких-то вот поездок, особенно в эндемичные страны. Александр Анатольевич, спасибо вам огромное. Давайте в завершении нашей передачи еще раз о мерах профилактики и напомним всех нашим телезрителям, что делать. Коронавирус все-таки есть, да, это инфекционное заболевание, но это не смертельное и не страшное заболевание. Действительно, заболевание придется воздушно-капельным путем. Поэтому надо сейчас мобилизовать свои силы и, в первую очередь, силу воли, свои душевные силы, не придаться панике, прислушиваться к рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, дают медицинские службы, прийти на домашний метод работы, если это, скажем так, организация позволяет. Да, все равно выходить можно, то есть, еще раз, это не вот воздух не насыщен на улице. Коронавирусом. Но если вы знаете, что вы будете посещать учреждение или заведение или магазин, да, где будет маконавирус, оденьте маску, да, маска все-таки будет, не совсем она защитит 100% от вируса, она защитит от попадания к вам других дисперсных числах, других людей, да, которые дисперсно у нас в воздухе находятся. Обязательность, вот чем я рекомендую действительно запастись, это дезинсевировать средства, да, вот дезинсевировать на основе этанола, да, вы пришли домой, обработали те открытые участки тела, да, не сразу ринулись в руки, да, вы обработали свои руки, свою, да, открытые участки тела этим дезинсевируем, сняли одежду, еще раз даже рекомендую обработать дезинсевируем, потом пошли умылись, осморкались, да, ввести правила, если вы действительно чихаете по разным причинам, есть коронавирус, нету, да, прикрывайтесь не ладошкой, локтевым сгибом, противовирусную терапию не надо начинать без назначения врача, не поддаваться рекламным и лозунгам, все-таки мы живем в веках рыночных отношений, и бизнесу все равно на какие-то эпидемии или пандемии, да, слушайте, если что-то с вами случилось, ну, респираторная какая-то ситуация у вас случилась, проконсультируйтесь о чем, сейчас доступны и колл-центры, и телефонные горячей службы, у нас в стране вот это все поставлено на достаточно хорошем уровне, я думаю, если мы все вместе соберемся, прислушаемся и к себе, и ко мне, и не только ко мне, но и другим работникам службы, мы сможем пережить эту эпидемию, эту пандемию малыми жертвами. Александр Анатольевич, спасибо вам огромное, вы смотрели программу «Формула» здоровья, берегите свое здоровье, здоровье своих близких, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова